Мы второй день в Норвегии и сегодня мы продолжаем нашу поездку на электромобиле Polestar 2, с которым мы знакомимся и получаем новый опыт. Привет, друзья! Это Зажигалочка. Это мой четвертый фильм о Норвегии. Сегодня я отвезу вас на живописную дорогу номер 7. Она проходит через самое большое высокогорное плато в Северной Европе. Вы увидите обширное плоскогорье, глубокие долины, высокие горы, ледники вдали, водопады и сине-зеленые ферды. Эта дорога не только радует глаз, но и захватывает дух. Мы покидаем город Гейло и наш отель Гейло Гаден, в котором мы останавливались. Мы рады, что мы едем на электромобиле, потому что, во-первых, бесплатной стоянки, нет платы за платные дороги, а также энергия, которую мы получаем дешевле, чем бензин. Харденганвида – дорога протяженностью 67 километров, которая тянется от деревни Эйтфёрд на Фёрде до деревни Хаугастол через живописную долину Мабо-Даллен и плато Харденганвида. Плато огромное и невероятно пустынное, только одна дорога номер 7 немного пересекает его часть. Мы проехали именно по ней. Стоит сказать, что место очень необычное и весьма подходит для поездки на автомобиле. Путешествие по самому большому горному плато Северной Европы не забудется. Плато представляет собой равнину, расположенную относительно высоко над уровнем моря и отдаленную от прилегающей территории крутыми склонами и уступами. Туристические маршруты по плато проходят в безмятежной тишине через леса, травянистые кустарники, мхи или шайники. Основные обитатели фауны – олени, горностаи, лисицы и другие. К услугам туристов здесь есть кемпинги, отели, прокат туристического снаряжения. Можно остановиться и жить в трейлере или в палатке. Погода на плато может быстро меняться, и большую часть зимы дорога останется, открытой благодаря снегоочистителям и вождению конвоев. Вдоль дороги установлены деревянные столбы, на которые нанесены отметки уровня прошлогоднего снега. По высоте палок вы можете судить о количестве снега зимой. Мы не мерили, но метра полтора точно было отмечено. На берегах живописных озер можно увидеть многочисленных каменных троллей, которые делают туристы. Мы тоже сделали свой вклад. Мик установил камень, не потеряв равновесия и не разрушив структуры. Вылезаем из машины. Довольно прохладно сегодня. Мы на пути из нашей гостиницы. Забыла, как называется, город. Мы едем в сторону Бергена смотреть Эйтфьорд. И вот тут мы увидели такую плотину, дамбу такую. И вот посмотрите, какие тут целый город из сложенных камней. Мы рады, что мы тут, Агнесса сказала нам, что в Осло сегодня дождь. У нас прохладно, немножко облачно, солнца нет. Но, тем не менее, дождя тоже нет. Мик спускается вниз, чтобы посмотреть на эти каменные строения. И я следую за ним. Я буду пробовать эту камень. Я буду пробовать эту камень. Так, мы посмотрим, что я могу сделать это. О, это тяжело. Не уничтожай. Я сделал это. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На высокогорном плато открывается потрясающая панорама на фоне ледника Харденга и Эркулем Высоко в горах виден снег. Вот почему здесь так холодно. Местность хорошо подходит для пеших прогулок, а многочисленные горные озера могут позволить вам самостоятельно приготовить рыбный ужин, если вам повезет. На плато Харденгарвида мы также находим одно из самых больших стад диких северных оленей в Европе. Проявив терпение и немного удачи, вы сможете увидеть этих удивительных животных в их естественной среде обитания. Но нам не повезло. Мы остановились вот тут, где-то наверху, холодно, снег в горах стоит, видно далеко. Но нас заинтересовали эти вот белые цветы. Посмотрите, вот там, вот там, эти белые цветы. Мы думали, это цветы, но оказалось, что это типа одуванчиков или типа хлопка, что-то такое мягкое, пушистое. Когда-то, наверное, это были цветы, а сейчас из них, может быть, подушки можно делать, как заячья шерсть или кошачья. Ой, холодно. В моем следующем фильме мы продолжим наше путешествие в сторону Бергена через горы. Смотрите и наслаждайтесь поездкой. А может быть, вы и сами решите провести выходные в Норвегии. Тогда мои фильмы помогут вам увидеть, что вы можете там найти. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Давайте проследим за людьми, живущими в этом мире без границ. Смотрите мои видео, получайте положительные эмоции и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.